В закладке «Сотрудники» выбираются сотрудники, которым производится начисление по табелю. Табличную часть можно заполнить, выбирая сотрудников из справочника «Сотрудники по одному» или с помощью подбора сотрудников. Нажимаем на кнопку «Подбор» и подбираем сотрудников, работающих в апреле месяце в подразделениях «Администрация», «Бухгалтерия» и «Транспортный цех». Период отбора у нас установился автоматически, апрель месяц. Сформируем список подразделений. Нажимаем кнопку «Выбор» и выбираем необходимые подразделения. «Администрация», «Бухгалтерия», «Транспортный цех». Закрываем справочник, нажимаем «Ок», нажимаем кнопку «Сохранить настройки», сохраняем настройки, которые мы будем использовать позже, и нажимаем на кнопку «Подобрать». В табличную часть у нас попали сотрудники, работающие в этих подразделениях. При заполнении табличной части автоматически рассчитывается и заполняется большинство графов. Данные на сотрудников табличной части представлены в виде дерева данных. Для раскрытия строки дерева нужно кликнуть мышью по значку «Плюс», а для свертывания по значку «Минус» в графе «Номер по порядку». Либо можно использовать кнопки на командной панели. Это кнопки «Свернуть группировки дерева» и «Развернуть группировки дерева». Эти кнопки действуют сразу на все строки в табличной части. Выберем сотрудника Петров и нажмем кнопку «Плюс». Раскроем все строки у сотрудника Петров. Первая строка дерева – это информация о сотруднике, а последующие строки – это строки с начислениями сотрудника. Первой строкой будет начисление, введенное в поле начисления документа «Прием». Например, «Оклад». Следующие строки – это другие начисления, относящиеся к постоянным доплатам и надбавкам, установленным сотруднику. У сотрудника Петрова три начисления – оклад, надбавка за сложность-напряженность и начисление месячной премии. Если сотрудник работает как по основному месту работы, так и по совместительству, и в табель выбрана его работа по всем местам работы, то на сотрудника выводятся строки с основным начислениям и с надбавками по каждому месту работы. Рассмотрим сотрудника Кузнецову. Она работает по основному месту работы и по совместительству. раскроем все ветки нажимаем плюс в одной строке и другой строке в табеле для нее добавились две строки для должности бухгалтер для него выполнено два начисления оклад и месячная премия а для должности кассир выполнено начисление оклад в каждой строке выводится начисление система оплаты количество ставок а Значение граф «Дней» и «Часов» нужно изменить в соответствии с фактически отработанным временем в текущем месяце, если автоматически заполнено неверное значение. Выбираем сотрудника Петров и меняем ему количество дней. Оклад. Не 21 день, а 19. Надбавка за сложность и напряженность также 19 дней и месячная премия 19 дней. В графе «Сумма» будет рассчитана сумма каждого начисления сотруднику в зависимости от отработанного времени. Для надбавок суммы рассчитываются в зависимости от их способа расчета. Для сотрудников, работающих по бестарифной системе, в документе для основного начисления будет выведено только время, а из надбавок будут выведены только те, которые зависят от тарифной ставки. Для регионов с районным коэффициентом будут заполнены графы РК – величина районного коэффициента и сумма РК – сумма оплаты районного коэффициента. Для северных и других регионов, где применяются надбавки, будут заполнены графы СЕВ – процент северной надбавки и сумма СЕВ – сумма северных или аналогичных надбавок. Другие графы заполняются для информации и используются при формировании движений документа при проведении. В документе есть возможность расчета оплаты работы сверхурочное, ночное и вечернее время. Если существует документ табель учета рабочего времени, данные о сверхурочном, ночном и вечернем времени будут браться из этого документа. Также надбавку за сверхурочное, ночное и вечернее время можно ввести в справочнике постоянной надбавки, подчиненным справочнику сотрудники. Свернем все ветки в документе. Для этого нажимаем кнопку «Свернуть группировки дерева». У сотрудников Кузнецовой, Парамоновой, Тараторкина количество отработанного времени меньше нормы времени в этом месяце. Потому что Кузнецова была принята на работу 12 апреля 2012 года. Сотрудница Парамонова ушла в отпуск 16 апреля, а у сотрудника Тараторкина был больничный лист с 24 апреля и до конца месяца. Документ табель автоматически... Закрываем отчет, закрываем документ. В документе табель существует возможность перерасчета табеля за указанный период. Создадим новый документ. Дата документа – 31 мая 2012 года, период май Организация сервис. Для перерасчета табеля необходимо поставить флажок «Перерасчет табеля за период» и в соседнем поле выбрать период, за который нужно перерасчитать табель. Ставим флажок и выбираем период. Оставляем по умолчанию – апрель 2012 года. Добавляем сотрудников в табличную часть. Нажимаем на кнопку «Подбор». Нажимаем кнопку «Загрузить настройки». У нас загрузились настройки, которые мы сохранили ранее. Нажимаем на кнопку «Подобрать». Подбираем сотрудников в табличную часть. После добавления сотрудников в табличную часть рассчитывается сумма, начисленная по табелю. А в закладке «Старые данные» табличная часть заполняется данными из ранее рассчитанного табеля. В нашем случае эти суммы совпадают. Если на закладке «Настройки» поставить флажок «Проводить отработанное время при перерасчете», то при проведении документа будет выполнено движение в регистре «Отработанное время». Если этого флажка нет, то отработанное время проводиться не будет. Мы этот флажок ставить не будем. Сделал проводки со знаком «Минус» для сумм, заполненных в закладке «Старые данные». И сделал он это по всех регистрах. Закрываем отчет. Закрываем документ.